Здравствуйте, уважаемые подписчики библейского интернет-портала xget.ru, братья и сестры. Сегодня мы с вами поговорим о таком сектантском явлении, как свидетели Иеговы. В самом названии этой организации есть сразу три ошибки. Первая – фактическая, вторая – грамматическая и третья – филологическая. И у меня всегда вопрос, не слишком ли много для двух слов. В двух словах три ошибки. Что я имею в виду? В чем ошибка фактическая? В том, что свидетелями о Боге не могут быть люди той организации, которая берет свое начало с 1870 года. Это фактическая ошибка, потому как Христос именно в своей церкви поручил в день Пятидесятницы, как мы читаем в Деянии Апостолов 1.8, «Будете мне свидетели даже до края земли». Вторая ошибка – это ошибка грамматическая. Дело в том, что в еврите слово «иегова» приобрело более позднее свое написание, примерно в VII-VIII веке по Рождеству Христову. Дело в том, что в еврите нет гласных звуков. И вот эти гласные звуки, так называемые огласовки, были поставлены в VII-VIII веке по Рождеству Христову. От другого имени Божия – Адонай. У Бога много имен, и об этом мы поговорим немного позже. А третья ошибка отсюда вытекает, конечно же, ошибка фонетическая, потому что такого звучания, как «иегова» и имени вообще не существует. Есть имя Яхва, как правильно сегодня его произносят исследователи именно еврита и еврейских текстов. Поэтому название «свидетели иеговы» имеет сразу же три ошибки. Снова повторю – фактическую, грамматическую и фонетическую. Следующее, что нужно сказать, и здесь, наверное, стоит остановиться, как всегда, вкратце на истории этой организации. 1870-й год, Америка, Чарльз Рассел, он был последователем адвентистов, также примыкал к их движению, но потом решил организовать свое направление. И, как сказано в их журналах, у них есть несколько журналов, такие как «Пробудись», «Сторожевая башня». Да, наверное, стоило сделать сразу оговорку, что эта организация сегодня, на сегодняшний день запрещена ее действия на территории России, но, тем не менее, запретить организацию – это не значит, что она исчезла. Довольно активно действует и на страницах, на просторах интернета. Да и так многие люди рассказывают, как и в Москве, так и в других городах. Нередко они видят свете Иеговы на улицах, которые, в общем-то, заманивают свою секту. Итак, Чарльз Рассел, 1870-й год. Как написано в их журналах, они начали читать Библию, собрался такой кружок, и вдруг они поняли, это прям дословно, я цитирую из журнала, и вдруг они поняли, что Христос не Бог, что нет бессмертия души, что переливание крови запрещено, что святые иконы не нужны, что предание, в общем-то, это папистская выдумка и прочее, прочее. Тут они не были оригинальны. Все, что они, в общем-то, по большей мере говорили, это уже декларировали и другие секции, которые тогда в 19 веке, в 18-19 веке появлялись в Америке. Но было и определенное отличие. То, что свидетели Иеговы не признают богочеловечности Иисуса Христа. Они говорят, что и учат этому лжеучению, что Христос был сотворен прежде всякой твари, то есть до того, когда появился мир и человек, и что Христос был якобы архангелом Михаилом, это тот самый архангел Михаил, который потом, в общем-то, на определенном этапе жизни стал Христом, самым великим человеком и самым честным человеком на Земле. Это, в общем, такая доктрина, которая отличает их разительным образом от тогда возникавших протестантских движений и неопротестантских движений в Америке. И поэтому свидетели Иеговы, в общем-то, нельзя назвать христианами, потому что они не верят в божественности Иисуса Христа. Хотя в своей такой эмиссарской деятельности они часто вводят в заблуждение неокрепших православных крещеных христиан и говорят о том, что вот они тоже христиане, что они тоже читают Библию. Они действительно читают Библию, но у них есть свой, так называемый, новый перевод Библии, который мы тоже так вкратце коснемся, что там в нем написано. И это самый ужасный перевод, как свидетельствуют многие специалисты, которые могут только себе представить. Ужасные искажения, вопросы тринедологии, вопросы о христологии, экклезиологии и других важных богословских фундаментальных истин. Итак, 1870 год. С чего начинает Рассел? Ну, в общем-то, с того же самого, с чего и началось адвентийское движение, он у них этому научился. Он назначает конец света и говорит, что вот скоро будет конец света. И таких концов света эта организация назначала пять раз. Последний, да, они тут опередили адвентистов, те три, эти пять. Последний раз такой Армагеддон был назначен на 1975 год, прошлого столетия. Но не приходил, да, конец света не наступал, не приходил, да, Иисус, который должен был возглавить, да, Царствие Божие здесь на земле. Они учат именно о том, что Царствие Божие восстановится здесь на земле, что Христос будет править, и Иегова будет править. То есть, у них такое есть учение о теократическом царстве. И Христа не приходило, да, Христос не приходил, и конца света не наступало. Давайте вспомним адвентист седьмого дня, когда сказали о 2300 вечеров и утрах. Кстати, с этими днями манипулировали также и свидетели Иеговы. Например, там, преемника Рассела Рутерфорд, он говорил в своей интерпретации о 2300 вечеров и утр, святилище очистится. Когда он пришел к власти, он там устроил жуткую такую вот вертикаль власти и сказал, вот 2300 дней. Он, между прочим, понимал, как дни прошли, теперь надо очистить общество святителей Иеговы, он там взял определенную дату, да, общество святителей Иеговы от ложных людей, которые в нее проникли, и очищал. Ну, тоже такая история. Тоже о ней скажу. И когда не состоялось конца света, Елена Вайт сказала, что Миллер, там, все расчеты были верные, но ошибка была в том, куда должен прийти Христос. И она сказала, он пришел там на небе, в небесное святилище, вы святая святых. То есть здесь, когда наступил 1914 год, еще одна из дат конца света, о том, что будет пришествие Христа, когда Христос не пришел, то свидетели Иеговы сказали, надо понимать это слово, не пришествие, а присутствие. Поэтому они сказали, что невидимое присутствие Христа теперь с 1914 года сопровождает нас и руководит нашей организацией. Поэтому такие частые отговорки, в общем-то, и мягко говоря, да, они присутствуют в сектах, когда не сбывают стильные предсказания. Зачем муссируется эта тема о конце света? Я уже как-то говорил, потому что, когда человеку говорят, ну, все, что конец света, человек перестает, в общем-то, он становится, ну, с точки зрения социального, в общем-то, бесполезным. Он все раздает, люди бросают в школу, фермеры не сеют, а если время собирает, поурожает, не собирает. То есть, все готовятся к тому, что вот он, конец света. Многие люди, и политологи, и манипуляторы, да, они знают о таком, уже прошли эти, проходили это в своей истории, и мы помним, что часто у нас в России было, может быть, лет 10 назад, помню, там какой-то метеорит летел, там собирали всяких астрологов на телевидении, говорили, что точно попадет, не попадет, будет ли конец света или нет. И вот, когда предсказывают всякие концы света, с точки зрения такой вот социальной, если хотите, даже политической, такой идеологической, и здесь всегда преследуется цель одна, расшатать и расслабить, в общем-то, экономическое состояние, ну, сначала человека, потом общества, ну, и, соответственно, и, в общем-то, экономическое, социальное такое, стабильное состояние человека и общества. Потому что так было в Америке и в Европе, и они это уже проходили, и используя, анализируя это, делают такие вбросы. Итак, вернемся к истории свидетелей Иеговы, 1870-й год, у Чарльза Рассела было написано, между прочим, шесть томов исследования Писания, но интересно, что в одном последнем томе он написал исследование Писания о том, что кто читает мои тома и не читает Библию, тот находится во свете, а кто читает только Библию, но не читает мои тома и исследования Писания, тот находится во тьме. То есть, здесь происходит такое противоречие свидетелей Иегову самим в себе. Они говорят, как считая себя в некой мере последователями реформации, они говорят о том, что Библия и только Библия, но мы видим, что в его трудах есть такая, в его сочинениях есть такая оговорка, кто читает, тот мои труды находятся во свете, а кто читает только Библию без моих трудов, тот находится во свете. По сути, это предание человеческое, о котором мы уже говорили, от которого подостерегает, предостерегает Господь Иисус Христос в Евангелии от Марка в 7 главе, как выдерживает предание человеческое, отвергая заповедь Божию. Вот оно тут ярко проявляется. Итак, движение распространяется, многие последователи появляются у этого движения, все, как мы видим, построено опять в такой черной эсхатологии, скоро конец света, и в таком страхе, в общем-то, перед тем, что это наступит, люди примыкали к этой организации в Америке. Далее, на смену в 1916 году, на смену Рутерфорду приходит другой руководитель, пожалуй, они были самыми два яркими руководителями этой секты, Джозеф Рутерфорд, Джозеф Франклин Рутерфорд, и он начинает также говорить о пророчествах, о том, что скоро придут на землю патриархи перед концом света, и он говорит, скоро придут Авраам, Исаак, Иаков, и они будут здесь проповедовать, он приводит некоторые тексты из Ветхого Завета, из Нового Завета, манипулирует ими, как всегда, ну, и здесь он, конечно, говорит о том, что они придут, ну, им же надо будет где-то жить, и тогда он говорит о том, организации заявляет, всей уже многотысячной организации, свидетели Иеговы, тогда она еще называлась Торжевая башня, потом он ее переименует, да, в Свидетели Иеговы, Сторжевая башня Сиона, там были еще другие ответвления, и вот потом он говорит, что придут Ветхозаветные патриархи, и нужно построить им что? Дом Бет-Сарим, Дом Князей, и начинается сбор пожертвований на этот дом, но он говорит, не будут же они жить в однокомнатной квартире, им нужен хороший, да, или там дом маленький, дом три этажа, начинается строительство трехэтажного дома, на одном будет жить Авраам, на другом Исаак, а на третьем этаже Иаков, ну, конечно, несколько квартир, и потом он говорит, ну, не будут же они ходить в Ветхозаветных одеждах, они же придут, в Ветхозаветных одеждах, да, надо, вот здесь вот, кстати, вопрос о том, что когда он об этом пророчествовал, они же говорят, что души нет, и что человек умирает, вот это тоже интересный момент, да, и человек после смерти, он не существует, как бы, до там воскресенья, но здесь вот такое, да, было пророчество, потом он говорит, не будут же они ходить в Ветхозаветных одеждах, надо им пошить костюмы, и начали шить костюмы, ну, почему-то по лекалам до самого Рутерфорда, по 50 костюмов каждому, то есть 150 модных костюмов, напомню, что Америка, да, в то время, в общем-то, переживала такие, некие экономические потрясения, это не была еще Америка в том виде, в котором мы ее видим, да, вот сейчас там или в последнее время. Далее он сказал, что, ну, не будут же они ходить пешком, им надо проповедовать по Америке, им нужны автомобили, и каждому он купил, заказали по автомобилям, их тоже сбрались, причем самых последних марок, он говорит, не будут же они ехать, ездят там на каких-то таких плохих машинах, Росс, Ройс там и прочее. И вот все ждали-ждали, когда же придет, Бет-Сарим построили, да, автомобили купили, пиджаки пошили, и костюмы, все не приходил, не приходили пока Авраам и Сакаков, и тогда Рутерфорд сам пока, ну, не пустовать же зданию, да, и не застаиваться автомобилем, он сам жил в этом роскошном, в общем-то, особняке, трехэтажном, ездил на этих автомобилях, но потом организация все-таки начала задаваться вопросом, а где же пришествие? И тогда он сказал что-то, ну, знаете, это не совсем там отменяется, и, в общем, даже есть такое выражение, что я свалял дурака, просто так вот, не подумав сказал, не совсем точное было понимание некоторых текстов, ну, извините, так что-то вот так вот. Ну, просто так не прошло, начался скандал, в организации был даже раскол, но, чтобы это как-то все быстро замять, там много было всяких судебных процессов, и с женой, и Рутерфорд, и его, и Рассел, и его, но, чтобы как замять, быстро это все продали, и он сказал, что куда же делись деньги от продажи, он сказал, что мы их пустили на миссионерское и там российское служение, ну, в общем, никакой отчетности, никто ничего этого не видел, непонятно, куда это все ушло. Далее, после уже Рутерфорда, да, там были манипуляции с пшеницей, там продавали ее, говорили о том, что вот эта пшеница стоит, скажем, там 10, там стоит он 10 центов, а они продавали за доллар, там, за что там, за галлон, или чем они там мерили, да, в 10 раз дороже, в общем, и сказали, что эта пшеница, благословленная самим там, да, там, и, и вот она преддаст великие плоды, но когда люди посеяли, то урожай там сходов было, да, также на 10 процентов, и были суды всякие, ну, это, да, все это было. Следующим преемником стал, Турфорда стал Натан Хумер Нор, Натан Нор, и вот как раз при нем, при его правлении в 1950-60-х годах, был так называемый создан перевод нового мира, которым я уже сказал, который имеет очень сильные искажения, если сравнивать его, даже не надо быть большим специалистом, там, с евритом, и с оригиналом греческого языка, нового завета. Об этом пишут многие специалисты, все это можно найти. Если говорить о свидетелях Иегова, ну, пожалуй, три такие личности были, самые такие яркие, известные. Если говорить о свидетелях Иегова в России, то незадолго перед началом Великой Отечественной войны, к СССР были присоединены Западная Украина, Западная Белоруссия, Буковина и Бессарабия. И благодаря присоединению территории к Советскому Союзу в 1939-1940-х годах, где были небольшие, но очень активные группы свидетелей Иегова, они оказались, в общем-то, в России, на территории России. Что интересно, что в 1949 году, после уже Великой Отечественной войны, яговисты СССР направили письмо, из шести пунктов, министр внутренних дел, тут реальная история также, и в нем они сообщили, что цель их деятельности состоит в распространении Библии, стаине религиозной литературы, организации библейско-профессиональных курсов, обучение детей и взрослых, никакой опасности они не представляют, но реакция органов была незамедлительная в то время, и весной 1951 года около 7 тысяч из 8 тысяч 633 человек, было 8 тысяч 633 человека на 1951 год свидетелей Иеговой России, а 7 тысяч тогда были отправлены в сибирскую ссылку. Но карательные меры успеха не принесли, так что в 1956 году сектантов насчитывалось уже более 17 тысяч. Я не случайно зачитал эту историческую справку, дело в том, что всякие карательные меры, они иногда даже увеличивают численность организации. Надо запрещать? Конечно надо. Если есть какие-то составы преступления? Конечно же. Но надо об этом помнить. Я вот знаю сейчас некоторых свидетелей Иеговы, они сейчас очень неохотно идут на, скажем, какие-то контакты, раньше можно было прийти к ним в зал царств, и можно было бы и проводили мы неоднократные диспуты, у меня было несколько диспут, их частных встреч, и в Кирове, и в других городах, и в Москве неоднократно, а сейчас они совсем не идут на контакт. А зачем ему скажут такие встречи? Они нужны в миссионерском служении. После таких встреч не один десяток, это самая сложная, пожалуй, секта, из которой люди выходили, но не один десяток, вот сейчас, да, присоединялись к Русско-Православной Церкви. Вот сейчас, в данный момент, один свидетель Иегова из 15 человек готовится к чинам присоединения к Русско-Православной Церкви. У нас были выходы старейшин, а за старейшинами тянулись их адепты, по несколько человек мы каждый год до 10 более кого-то присоединялись, не были крещены в православие, то крестили. Сейчас этой миссии совсем нет, потому что произошел запрет, и они захлопнулись, и вот насколько я знаю, что они с вами говорят о том, что наша организация только крепнет внутри, то есть нет лишних людей. И раньше, если у них была уличная миссия там, или от дома к дому, от квартиры к квартире, то сейчас у них миссия другая, по последним моим сведениям. Миссия такая от сотрудника к сотруднику, от родственника к родственнику, и их организация пополняется, ну, как они сами заявляют, то есть нет лишних людей. Я к чему это говорю? Может сработать эффект вот такой вот сжатой пружины. То есть сейчас говорят нельзя, 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 а потому что-то ослаблится в политической жизни страны, и скажут можно, и они выстрелят. И в этом смысле нам, конечно, бояться не надо, но нужно быть готовыми к тому, что они будут проповедовать, к их лжеучению, для того, чтобы, как пишет апостол Петр, дать ответ своему упованию, и второе, что немаловажно, это апологетическая миссия, где нам необходимо защитить свое павство, защитить свое павство от этого лжеучения. Поэтому знать их историю, знать их заблуждение, вероучение, просто каждому человеку заниматься духовным просвещением необходимо вот по этим двум причинам. Итак, свидетели Иеговы, они достаточно активно распространялись, но здесь, в России, но можно заметить вот такую интересную статистику, что в 1992 году прирост в России был 18%, в 1993-м – 28%, в 1994-м – 40%, в 1995-м – 50%. В следующие годы рост начал спадать, и в 2002 году уже насчитывал только 6%. И многие говорят, а почему так? Ответ очень простой. Русская православная церковь активизировалась, так если сказать обычным таким словом, то есть у нас стало больше храмов, больше разных передач духовно-проститического характера, апологетических разных лекций. Наши сектоведы, специалисты приезжают в разные регионы, где проводили такие вот профилактические беседы. И поэтому не только профилактические именно беседы, но и были и диспуты тогда свидетелями ИГО. Первый раз я в своей жизни встретился свидетелем ИГО в 1997 году на острове Сахалин, когда тогда были приглашены туда такой группой людей, где проводились также беседы, лекции. И первый мой такой диспут состоялся в кулуарах ДК. Дело в том, что мы, православные, проводили свою встречу с нашими прихожанами и жителями города Южно-Сахалинска. А в это же время, мы об этом даже не знали, в малом зале свидетели ИГО проводили в зале царств свои встречи или сборищи, на которые они собирались. Получилось, что люди заходили, и их люди, и наши, и они шли, и я стоял возле двери, и этот свидетель ИГО тоже потом подбежал. Я говорю, православным направо, а свидетели ИГО налево. И там действительно так было, зал был налево. И тогда немного так свидетель ИГО этот встревожился. А вы кто? Я говорю, я православный миссионер. И тогда у многих людей, которые собрались с свидетелей ИГО, было удивление, спросили, а что в православии есть миссионеры? То есть, вот такое вот смутное у них понимание, представление вообще о православии. Как я ранее говорил, так скажу сегодня, что чаще всего люди попадают в секты по своему невежеству, не укрепленные в православном исповедании веры. Итак, мы видим, что спад тогда действительно был. Коррадиционный центр в СССР, во времена СССР, находился во Львове. 70% свидетелей ИГО проживал тогда на территории Украины. Но потом в Санкт-Петербурге у них было своё учебное заведение и так называемый ВИФИЛЬ в какой-то мере. И где так называемая штаб-квартира. Основная штаб-квартира долгое время находилась в Бруклине. Сейчас её там перенесли, но тоже в Нью-Йорке. Оттуда считается, что это некая такая горница Сиона. Оттуда поступают все указания свидетельствами ИГО. Что им делать? Журналы. Прежде чем им выйти на разные переводы журналов, на разные языки. Всё это там редактируется, всё это там составляется и распространяется по всему миру. Если перейти к вопросу о заблуждении в вероучении, то нужно сказать следующее, о чём я уже сказал выше. Что у свидетелей ИГО в их названии есть три ошибки. Ошибка фактическая, ошибка грамматическая и фонетическая. Почему так? Потому что они зациклены на том, что якобы имя Бога только ИГО. Но мы вот уже в самом начале, я сказал, что такого имени ни грамматические, ни фонетические произношения не существуют. Почему так? В Священном Писании мы встречаем несколько имён Бога на иврите. Например, когда Бог творит мир, то начинается словами такими. Берешит, Барай, Элохим. Слово Элохим – это множественное число Бога. Есть Элохим, имя Бога. Есть Адонай, есть Шадай, есть Саваоф и другие имена. Дело в том, что каждое имя, оно имеет своё значение. Ну, как и у нас, имена имеют своё значение. Мы знаем перевод, Андрей мужественный и прочее. Поэтому так, Виктория Победа, Анастасия Воскресенье. Поэтому имена Бога, они тоже имеют своё значение. Почему? Дело в том, что для Семита это было тогда очень важно. И Бог, он как бы преломлял себя в том смысле, что когда Бог являлся пророку, скажем, с именем Адонай, а имя Адонай означает «господин». И вот когда Бог являлся, одно из значений, да, «господин». Когда Бог являлся пророк, скажем, с именем Адонай, то пророк понимал, о чём сейчас пойдёт речь. А речь пойдёт о том, что мы стали больше надеяться на господ человеческих, да, не надеяться, как сказано, на князя, на сына человеческого, и в них же нет спасения, из-за духа его возвратится в землю свою. А перестали надеяться на Бога и забыли, что Бог, Он Господь господствующих. Поэтому, когда являлся именем Адонай, пророк как бы открывал уши своего сердца и понимал, о чем сейчас будет речь. Если, например, с именем Саваоф, то, значит, люди стали больше прославлять себя. Имя Саваоф означает Бог славы, да, свят, 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 Господь Саваоф. И пророк тоже понимал, а, значит, будет сейчас Господь говорить о важном освятстве. Если Элагим, то это Бог и Творец, и Бог Милостивый, то пророк тоже открывал уши своего сердца и понимал, что сейчас будет речь идёт о том, будет идти о том, что Бог, Он Творец, и Бог Милосердный, да, и так далее. И это, когда открывался с именем, например, Яхвы, да, или как святые Иеговы говорят, Иегова, то, на самом деле, впервые, как мы знаем, это имя встречается впервые, где Господь открывается с этим именем, это Исход 3.14. Многие это оспаривают, говорят, да нет, а вот в Библии там и раньше мы встречаем имя Иегова. Но это уже потом, когда уже писали. А исторически и фактически, да, это потом уже там, то имя пророком Божиим Моисеем, оно употреблялось. Но фактически и исторически оно впервые встречается именно в Исход 3.14, где, когда пророк Божий Моисей, помните, когда Господь его призывал на миссионерское, в общем-то, служение, чтобы вывести народ израильский из 430-летнего рабства. И там он ему говорит, что, помните, как спрашивает, как тебе имя, с каким именем я пойду, потому что для семита это было очень важно, с каким именем, то есть есть значение имя, имени. Вот можно открыть и посмотреть, как об этом сказано Исход 3 глава. И сказал, вот с 12 стиха, да, и сказал Бог, я буду с тобою, и вот тебе знай меня, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершаете служение Богу на этой горе. И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилю и скажу им, Бог отцов наших послал меня к вам. А они скажут, как имя ему, как ему имя. Видите, для них это важно. То есть от того, что они знали, с каким именем Бог приходит, они сразу начинали понимать, о чем сейчас будет речь. Чтобы приготовить себя к такому благовейному состоянию того, что Бог скажет. Что сказать мне им? И вот 14 стих. Бог сказал Моисею, я есмь сущий. И сказал, скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. Вот это вот слово, я есмь сущий, на еврите оно такое, то, что называется тетаграматрон. Тетаграматрон это четыре буквы. Йота, хет, вав, хет. И вот в этих йотах, хет, вав, хет, как я сказал, что до 7-8 века были только звуки согласные. Но потом поставили огласовки. То есть хет, вав, хет, это согласные звуки. Это все равно, что как К, Р, К. Можно поставить огласовки, например, гласные звуки О после К. Можно Е, и будет К или К. Совершенно разные будут произношения. Ну, чтобы так нам было понятно, вот, например, в церковно-славянском языке, когда человека неопытного в чтении ставят на шестапсалме, и он начинает читать, он иногда не читает Богородие, а читает БГ. Там Господь читает, он не понимает титлы, как их нужно произносить, он читает ГД или ГД. Так и здесь. То есть вот эти огласовки, или вот как титл, они были достаточно поздним явлением. И судак имени Иегова, как я уже сказал, поставили другие огласовки от слова «Адонай». Почему так сделали? Ну, потому что иудеи, они уже тогда боялись нарушить заповедь, потому что не приняв Христа, во-первых, они стали в имена Бога вкладывать магический смысл. Современный иудаизм — это совершенно не ветхозаветный иудаизм. И чтобы скрыть имя Бога для всех других, да, в своем магическом таком отношении к имени Бога, они взяли и поставили огласовки от другого звука, хотя все сами знали, что произносить надо именно Яхве. И чтобы, конечно, еще и не нарушить имя третью заповедь, помните, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. И они особо благовейны к этому, конечно же, к этому имени было особое благовейное отношение. Почему для евреев? Потому что и Господь выявил из 430-летнего рабства, в котором они были в Египте, когда они в это время были в Египте. Поэтому так. Но на самом деле здесь еще можно рассмотреть и другой вопрос. Вопрос христологии. Здесь впервые Господь открывается с этим именем. Но нужно также и помнить, что когда Саввл, еще будучи Саввлом, а не апостолом Павлом, шел по дороге в Дамаск, чтобы гнать Церковь Божию, то там ему тоже является Христос. Мы помним. Саввл, Саввл, трудно идти тебе против рожна. Какой вопрос задает будущий апостол Павел Христу? Он спрашивает, кто ты, Господи? Почему он задает этот вопрос? По сути, он спрашивает, как тебе имя? Потому что апостол Павел, он семит. Для него имя Божие тоже очень важно. Какая будет информация? И что он слышит в ответ? Он спрашивает, кто ты, Господи? Как, например, к нам сейчас зайдет человек, мы скажем, кто вы? Так и он говорит, кто ты? Кто ты, Господи? И он слышит, имя какое? Я Иисус. На иврите Ишуа, которого ты гонишь. Что означает имя Иисус? Спаситель. Спаситель? Он говорит, я спаситель. То есть, он как бы, если хотите, обескураживает Саввла. Он говорит, я тебя пришел спасать, а ты меня гонишь. То есть, суда ципарадоксальность. Человек тонет, ему бросают спасательный круг, а он его отталкивает. Получается, безумие. И он употребляется. Именно Иисус говорит, я Иисус. Он не говорит Христос, потому что Христос означает помазанник. А Ишуа означает спасительный. И вот он открывается с этим именем. Как сказано в книге «Деяния апостолов», нет другого имени под небом, которым надлежалось бы нам спастись. Четвертая глава. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Итак, не только здесь спаситель открывается с этим именем. Но он открывается с этим именем даже тогда, когда его предает Иуда. И приходит его схватить после гефсиманской молитвы. Об этом сказано в Евангелии от Иоанна, в 18 главе. 17 глава – это первосвященническая молитва, где спаситель молится, да будет едино, как и мы едины, Господи, как ты во мне, так и я в тебе. Это говорит о единосущности Бога и Отца. Кто может быть един так со Христом, как он в нем, так и отец в нем. Но есть и очень важное, где открывается он с этим именем. Давайте посмотрим. Евангелие от Иоанна, 18 глава. Можно прямо с первого стиха прочитать эти события. 18 глава. Итак, Иуда, взяв отряд воинов, я хочу обратить на это внимание. Он приходит с отрядом воинов, да, и служителей от первосвященников и фарисеев приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали Иисуса Назорея. Иисус говорит им, это я. И вот шестой стих. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. У меня вопрос. Приходят воины, которые я задавал, кстати, в диспутах встреча с свидетелем Иегова. Ответа так разумеетного не получил. Приходят воины, отряд воинов. С ними Иуда. Изнеможженный Христос после в Гефсимании. Выходит и спрашивает, кого ищете? Они говорят, это Иисуса Назорея. Он отвечает им, это я, они отступают назад и падают. В переводе нового мира у свидетеля Иегова, хотя там не совсем правомерно я смотрел, именно слово отступили. Но там сказано, отпрянули. Это слово еще более усиливает. Они сами, может быть, этого и не знают. Это событие. Почему они отпрянули или отступили и пали? Потому что они слышат имя. Христос говорит, я Яхва. А для свидетеля Иегова, если хотите, он говорит, я Яхва. Поэтому, когда... А кто отпрянул и упал? Первосвященники. Почему? Снова повторю. Они боялись произносить имя Господа Бога напрасно. Произносили в один раз во святая святых. Яхва. Когда взывали к нему в молитве. И вдруг они тут слышат имя Бога, поэтому они падают. А так непонятно, почему они падают. Чтобы падучие с ними приключилось там или эпилепсия случилась. Какая-то. Говорят, гриппом болеют вместе. Да, эпилепсия. Вместе не болеют. А почему падают воины, которые пришли? Войны с оружием. Почему они падают? Ну, воина. Какая реакция? Если кто-то пригнулся, значит, что-то там летит. Да. Какой-то снаряд. Поэтому они падают тоже по инерции. Видишь, что? Вот. Другого объяснения здесь найти сложно. Если мы сравним Септуагинти, Исход 3.14 и Евангелие Атаана 18.6, мы увидим, что стоит одно и то же слово. Эгоэми. 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 Я есим тот, кто Я есим. Христос о себе и говорит. Я есим сущий. Апостол Павел утверждает эту истину и в дальнейшем. В послании Колосина 2 глава 9 стиха он говорит. В нем обитала вся полнота божества телесно. Вся полнота божества телесно. Апостол Павел в послании к Тимофею 1 Тимофею 3 глава 16 стих пишет. И беспрекословно великое благочестие тайно. Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Проповедован в народах, принят верой в мир и вознесся во славе. О каком Боге пишет апостол Павел? Но апостол Павел, он же не грек, не елен. Не о богах же этих греческих. Бог явился, я не знаю другого Бога, кроме истинного Бога, Отца и Сына, Ситого Духа, Троица, единосущный и нераздельный. Вот о чем пишет. Вот какой Бог явился во плоти. Также апостол Павел в послании к Титу наставляет Тита и пишет о том, 2 глава 13 стих. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он и Бог, он и Спаситель. Также 2 Петра, 2 послание апостола Петра 1.1. Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. То есть таких слов мы находим множество. Например, апостол Фома. Если мы вспомним с вами, когда его не было с учениками, когда Христос явился в первый день недели 11 ученикам, то он сказал, не поверю, пока сам не увижу. А потом, когда второй раз еще является Спасителем, то уже апостол Фома был. И вот он произнес, когда он явился, ему говорит, не будь неверующим, но верующим, очень такое, ну скажем, мощное, если хотите, исповедание веры. Да, очень конкретное исповедание веры. Он говорит, кириус о теос, кириус о феос. Переводится как Господь мой и Бог мой. То есть он здесь говорит, ты господин, ты бог. Поэтому всякие манипуляции свидетелей Его о том, что Христос назывался только господином, только господом, значит господин, но не богом. Но тогда апостол Фома выходит, лже-свидетель. Да, он исповедует Христа. Он пишет к кириус о теос, Господь мой и Бог мой. Смотрите даже, там, конечно, искажается в их переводе нового мира. Но посмотрите греческий, там именно в Александрийском кодексе именно сказано, да. Господь мой и Бог мой, да. Адонай, господин, кириус. У нас греческий Адонай, кириус, кириус о теос. Не знаю, как тут можно что-то увидеть другое. Потом нужно сказать о том, что свидетели Иеговы не признают креста. Они говорят о том, что Христос действительно был распят, но на столбе. У меня всегда здесь очень много вопросов. Но первый вопрос, если Христос не был Бога-человеком, то зачем его тогда распинать? Тогда выходит Бог, Отец, он какой-то кровожадный и злой, если он распинает свое творение. Такая ужасная мысль о Боге. Потом говорят о том, что он был распят не на кресте, а на столбе. Но на самом деле прообраз креста мы видим еще в книге Бытие. Давайте вспомним, когда Иаков благословлял своих внуков, сыновей Иосифа Прекрасного, то Иосиф Прекрасный подвел Монасия и Ефрема. Монасия и Ефрем, об этом описывается в 48 главе книги Бытие. Вот как об этом сказано. И 13 стих. «И взял Иосиф обоих Ефрема в правую руку свою и против левой Израиля, а Монасия в левую руку свою против правой Израиля, и подвел к нему». То есть, он берет так и так. «В правую одного, в левую другую. Но Израиль простел правую руку свою, положил на голову Ефрему, хотя тот был меньший, а левую на голову Монасию. И сказано, с намерением положил он так руки свои, хотя Монасия был первенец». Мы видим здесь прообраз креста. «С намерением, сказано, он положил». Потом старшего нужно было право положить, а левую. Здесь еще есть, да, на младшего. Здесь есть еще другое пророчество, пророчество о христианах. О том, что первые будут последними, а последние первые. То есть, те, которые приняли спасители. С намерением он сделал так. Мы находим много слова о кресте. Например, послание апостола Павла 1 Коринфянам 1, 18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродства есть, а для нас спасаемых сила Божия». Послание Галатам 6, 14. «А я не желаю, пишет апостол Павел, хвалиться разве только крестом, Господом нашего Иисуса Христа, который для меня распятый, я для мира». Некоторые люди критикуют и говорят, ну, как вы поклоняетесь? Вы поклоняетесь не только спасителям, вы еще и поклоняетесь кресту. Ну, крест же – это дерево, да. Но надо сказать, что и неодушевленный предмет. Я отвечу, крест действительно неодушевленный предмет, но это одохотворенный предмет. Поэтому о духовном надо судить – духовно, а о душевном – душевно. Апостол Павел пишет, что мудрость человеческая – она душевная, бесовская, а мудрость Божия – она духовная. Да, снова повторю, крест действительно неодушевлен, но, утверждая эту мысль, одохотворен. Кем? Самим Спасителем, на котором совершилось дело нашего спасения, проглазь Святая Кровь Христа, Бога нашего. Поэтому так. Что еще? Ну, опять, давайте вернемся снова к апостолу Фоме. Помните, когда апостол Фома говорил о том, пока не вложу, ну, можно открыть Евангелие Таана, перца своего, да, вран на его, и то не поверю. Смотрите, как он говорит, апостол Фома. Это 20-я глава Евангелия Таана, предпоследняя глава. А после восьми дней, 26 стих, опять были вместе, и Фома с ними пришел, да. Да, да, 25-й. Другие ученики сказали, мы видели Иисуса, Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста своего в раны, от гвоздей я не вложу руки свои в ребра его, не поверю. Заметьте, как изображают свидетели Иеговы, распятого на столбе Христа. Вот так. Вот так он распят, руки вот так вот сложены, и он пробит одним гвоздем. Ну, а евангелист, апостол Фома, евангелист, Иоанн об этом свидетельствует, что апостол Фома сказал не от гвоздя, да, а от гвоздей, потому что было два гвоздя. Это тоже, и дважды это повторяется. То есть, гвоздей, множественное число, с греческого звучит как хилон. Следующее, что ещё можно сказать в заблуждениях их множество, но, может быть, самые такие основные в лжеучении свидетелей Иеговы, это то, что они запрещают переливание крови. На чём они основывают? Говорят, что на Библии, но на самом деле это ложь. Они говорят, что нельзя переливать кровь, потому что душа человека находится в крови. И тут, на самом деле, очень серьёзная ошибка. Ошибка состоит в том, что в еврите есть несколько слов понятия душа. Нефеш, Нешама и Руах. А когда Бог створил человека, то сказано, вдунул в дыхание его жизни, Руах, и стал человек Нефеш. То есть, по сути, человек стал человеком, и дух, и душа его, и тело, всё вместе. Но, если внимательно исследовать Священное Писание, это мы как-то однажды делали вместе с свидетелями Иеговы, с их старейшинами. Это такая отдельная история. Да, раз в неделю они приходили, и это было действительно интересное исследование, такое полемическое. И если исследовать действительно очень внимательно, то можно увидеть, что слово Нефеш, оно употребляется по отношению только к животной стороне, как бы человека, к его физиологической стороне. А вот слово Нешама всегда употребляется как душа человека, то есть, его внутренний мир. А слово Руах употребляется как дух Божий, который способен руководить и Нефешем, и Нешамой, то есть, и внутренним миром, и человеком. Но иногда употребляется слово Нефеш, тоже иногда употребляется и по отношению к человеку, но когда человек впадает в какие-то скотоподобные грехи. Где звучит первый запрет, где звучит первый о том, что нельзя переливать кровь? Откуда они это берут? Когда Ной вышел из Ковчега после потопа, то там ему с ним Бог возобновил завет, да, была дана радуга, сказал, что потоп больше не будет. И Пророку Божию Ною было сказано о том, что все, что движется на земле, будет ему в пищу. До этого было запрещено, потому что климат был другой, и вся растительная пища, которая была на земле, это хватало человека. А теперь климат резко изменился, многие виды растений исчезли, и поэтому Бог повелевает вкушение и пищи животные, и рыбы. Но был только запрет о том, что только плоти с кровью, то есть нельзя есть кровь, то есть нельзя пить кровь. И свидетели Иеговы делают отсюда такой вывод, что души, сказано, которая душа в крови у животных. И они делают такой вывод, что душа содержится не только в крови у животных, но и у человека. Но, по сути, здесь сказано о том, что нефеш, то есть душу, которая в животных, по сути, душа животных действительно в крови. Когда истекает животное кровью, то, в общем-то, прокращается ее жизнь, этого животного. И они делают такой вывод. Но, на самом деле, это ошибочное заявление. Снова повторю, что про животных никогда не говорится нешама. Нефеш – это животная сторона. Но если человек истечет кровью, он, конечно же, умрет, то есть тело его умрет. Но нешама, то есть его внутренний мир, его душа, она будет продолжать жить. Если мы с вами посмотрим, где говорится, скажем, в Новом Завете о том, что мы говорили, что у Бога все живы. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Евангелие от Луки. Давайте вспомним событие, которое записано в Евангелии от Матфея в 17 главе. Помните, где явились на горе преображения, явились Моисей и Пророк Божий Илья? Они явились живыми. Что произошло? Какая-то галлюцинация, что ли? Они говорят, что все умерли. И все после того, как человек умирает, и душа умирает. Они являются. Или мы говорили с вами о иконе почитания, в Священном Писании, в книге Откровения сказано, что явились 12 старцев, которые судили весь мир. Это видел Церковь Небесную евангелист Иоанн. Или, например, история о богачей Лазаре. Помните, когда Спаситель приводит эту притчу? Притча – это же не введение в заблуждение. Приводит эту притчу и говорит, что там Лазарь был на лоне Авраамова, потому что все люди до воскресения Христа шли на лоно Авраамова, те, которые были верны Богу, а другие шли в состояние ада, в сам ад. И там мы видим, что они не спят, что они находятся в состоянии бессознания. Там идет разговор. Лазарь говорит, богач говорит Лазарю, скажи, пошли кого-нибудь, чтобы они примирились с Богом, чтобы не пришли в это место мучения. То есть, там нет никаких каких-то темных представлений о мире и о жизни после этой жизни. Поэтому странно, как читать Священное Писание и не видеть. Наверное, как сказано, что всякому гордому и заблуждающему Бог действительно, всякому гордому и тщеславному человеку, Бог действительно посылает вот это духозаблуждение. По-другому это назвать сложно. Но снова-снова повторю, что для Бога нет ничего невозможного. На своем практике я знаю достаточно несколько десятков, более 50 человек, свидетелей Иеговы, которые за 10 лет, и многие из них и старейшины люди, отвечающиеся, и пионеры, которые были. То есть, это полное служение, которое несут их, называют пионерами. Они приходили в церковь, исследовали Писание. Действительно, и потом многие вопросы, которые они задавали себе, они находили в святоотеческой литературе, в божественном откровении. А я помню одну историю, как позвонила мама в центре реабилитации секретарю и сказала, что вот ее дочь, она встретилась со свидетелями Иеговы, закончила гнесинку, оперный голос, большие надежды, и здесь готовится к крещению. Мама попросила там отдельную встречу, мне приемного дня, и тогда, когда эта встреча произошла, то я ее встретил, была зима, я вам показал нашу, где воскресная школа проходит, где обучаются дети. Для нее было удивлением, потому что там она уже полгода, готовили ее, да, и говорили о том, что в православии там ничего не делают, только как-то странно тыкаются лбами в иконы, ставят свечки, когор по воскресеньям пьют. Поэтому вот такие действительно поют там мифы, и так скажется православие. Когда она увидела, потом я провел библиотеку, специально показал, что у нас есть толкование. Когда она открыла одну книгу, то увидела там год, 1870-е, и сказала, ой, что-то мне эта дата напоминает. Я говорю, так это дата основания той организации, в которую вы собираетесь вступить. Они только еще были созданы, а у нас уже есть толкование на все книги священного писания. Была такая пауза и небольшое удивление. То мы прошли ко мне в приемную, это был неприемный день, никого не было, они вместе были с мамой. Я предложил им чаю, проявил такую миссионерскую приветливость. Было холодно действительно на улице. И когда мы начали беседовать, я сказал, мне вот интересно было бы вопрос по поводу того, христология, почему Христос называет себя Иегова, иначе непонятно, почему люди там отпрянули и пали. Потом вопрос на шамана Фешеруах. Она сидела, слушала и сказала о том, что, знаете, я не настолько тонко знаю текст священного писания, но есть у нас один Сева, он знает ответы на все вопросы. Я очень обрадовался, что есть такой Сева. И если вы смотрели мое видео, где сказано, человек попал в секту, что делать, там нужно выйти на лидера, для того, чтобы в присутствии лидера пообщаться с этим человеком. Сказал, ой, как хорошо, давайте встретимся, который все знает. Мне так важно выяснить этот вопрос. Сейчас я ему позвоню. Она вышла в коридор, начала ему звонить. Ой, она сказала, я тут вот встретил такого миссионера православного, который Библию читает, вопрос мне задает, но я еще пока не настолько знаю Библию, вы бы могли бы ему ответить? Он человек искренне хочет. Но я слышал, как постепенно, пока сидели с мамой, одно ухо миссионера слышал туда, другое было здесь. И как его голос энтузимовался, теперь он спадал, 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 потом она вошла. Я говорю, ну что, Сева готов? Ну, знаете, он сказал, что он сейчас не очень готов, он лечит зубы. Вообще он сказал, что такие встречи с людьми, которые так там что-то знают, и что там они не очень полезны и для, в общем-то, и не нужны. Я говорю, ну, не знаю, может быть, он согласится. Да, я думаю, что он согласится, может быть, у него сейчас зубы болят. Я говорю, ну, может быть, да, зубы болят. И прошла неделя, мы снова созвонились, он говорит, нет, пока он еще перекладывает, перекладывает. Ну, и в конечном итоге он отказался. Он отказался от этой встречи, было тут уже время под Рождество Христово. И потом мы еще раз связались, и уже мама позвонила с радостным голосом, сказал, Андрей Иванович, слава Богу, да, спасибо, что все, дочь не будет там принимать крещение. Мы идем на Рождество и на рождественские каникулы, едем к родственникам. Вот такая вот история. Разные бывали истории, их можно много рассказывать. Я помню, как однажды пришли, тоже один человек пришел в Центр реабилитации, ему было достаточно показать видео о лжепророчествах свидетеля Иегова, и он просто за 15 минут решил, что уже крестившись там, он уходит и начинает подготовку к члену присоединения. Другие истории были намного дольше, там и через 5, и через 7 лет после различных встреч люди приходили и восстанавливались в церковном общении через член присоединения. Поэтому так. Итак, будем помнить о том, о чем пишет апостол Павел. Да, будьте внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. На каждые все эти различные сектантские заблуждения есть у православной церкви всегда ответы. Православная церковь встречалась с этим с самого начала, с основанием спасителем здесь церкви на земле. Церковные и Вселенские соборы все вопросы утвердили церковного исповедания, а все эти ереси, здесь в частности арианская ересь, отрицающая божественность Иисуса Христа, которая была отвергнута еще на Первом Вселенском соборе. Другие сквозят такие еретические и гностические заблуждения. На все эти заблуждения у церкви есть ответы. Нам нужно снова и снова, просто хочу всегда повторяю, что вот эта вся полемическая сторона, это не какая-то ни претензия, ни желание унизить там свидетелей Иеговы и людей, которые попали туда. Это еще одна попытка достучаться до них и помочь им вернуться, если это люди были крещенные, православные, в луно церкви, избавиться от этого заблуждения. И хочется в завершение сказать, мы вас ждем, приходите, мы вас ждем, мы готовы с вами общаться, готовы полемизировать, если что-то непонятно, не бойтесь. Да, наш центр реабилитации, он называется центр реабилитации, никого мы в суды не ведем, и судиться, и сажать в тюрьму, тем более не собираемся. Я не священник, я знаю, что многим свидетелям Иегов запрещают общаться со священниками, но я не священник, могу сказать, что, а может быть, где-то я что-то не так понимаю. Придите, подскажите, да, а я расскажу, дам отчет в своем уповании. Спаси всех Христос. Субтитры создавал DimaTorzok